В Бразилии там был тоже напряженный матч, но тот, который нам предстоит увидеть сейчас, мне кажется, будет еще больше напряжен, наэлектризован. Сами наставники обеих команд отвечали, что стили игры этих команд схожи, ну и собственно в турнире они забили практически одинаковое количество мячей до этой встречи. 175 забила Германия и всего на один мяч больше забили испанки. Так это много в принципе, 175 или мало, за 6 матчей? Главное, что примерно равные, ну и собственно такой игры мы и ждем. То есть равные все-таки будет игра. У меня есть небольшой прогноз, Надежда Константиновна, я, пожалуй, его придержу при себе. Первый бросок, по-моему, не очень удался Александрине Кабрало-Барбоса, не правда ли? Ну, я думаю, во-первых, испанки, так как они играют на домашнем чемпионате, конечно, эмоции первые минуты, во всяком случае, их точно будут перехлестывать, хотя они будут отличаться от тех, которые будет демонстрировать команда Германии. Ну и собственно этот первый бросок, он и был поспешным, я думаю, связан с этим. Итак, сборная Германии. Алина Гризельс в центре задней линии, на правом полусреднем Юлия Майтхоф, на левом великолепная по-прежнему Эмили Бёрк. Ее бросок точным оказывается, но уже после свистка. Посмотрите, какой взгляд там под 51-м номером. Ирэнэ Эспинолла Перес, а, прожгла немедленно, на первой же минуте. Не нас с вами, конечно, а Эмили Бёрк. Итак, Юлия Мазыка. Так зовут вратаря сборной Испании, которая начала с первых минут, и это ничего удивительного. Ну, потому что все-таки не вечно же Сильвия Навара Хименес. Она пока на лавке, она пока, грубо говоря, подсказывает своей более молодой коллеге по амплуа. 0-0. Играем дальше. Ну, я не знаю, будет ли сюрпризом это для наших болельщиков. Сегодня с вами открыли статистику на предыдущем матче, когда просматривали статистику вратарей сборной Германии. Эта линия самая успешная на этом чемпионате. Вот так Сильвия Навара там через каменьки запасных и подсказывает. Ну, это, конечно, такая настоящая легенда современного гандбола. И она здесь, она на турнире. Ну, а Барбоса второй мяч совершает, второй бросок совершает. Ну, и тут двумя руками ловит его. Галкипер яркими впитетами Артем любит награждать. Но вот это вот оружие бестия, по-другому не скажешь, линейный, очень добротный у сборной Германии. И именно через нее играют первую свою атаку, результативную первую атаку сборной Германии. Помним как. Давайте придержим это для нашего зрителя на потом. Майки Шмельцер, если кто забыл. И еще одна ошибка испанской команды. Конечно, на стрессе испанки в начале. И это понятно. И посмотрите, как уверенно реализует свою попытку. 22-летняя Амели Бергер. Казалось бы, без года недели в национальной сборной. Но на самом деле там уже очень приличный опыт представительницы. Еще одной представительницы одного из сильнейших немецких клубов всех последних лет. Дортмундской Баруси. Мы привыкли, да, что в футболе там вот эти шмели летают. Вот это вот все. Футбол, гандбол в Дортмунде в полном порядке. У нас вот и в гандболе летают. 2-0 сборная Германии. Ведет. Давайте об испанском составе, наверное. Итак, Александрину Кабрал-Барбосу мы уже видели не однажды в игровых действиях. И пока все как-то не очень. А вот это 34-й номер. Алисия Фернандес-Фрага. Тоже игрок очень уже серьезного уровня. И все никак не получается. У испанок все валится из рук. Все не в попад. Алина Гризельс идет как на Амбразуру. И что? Немедленно зарабатывает 7 метров. Та самая... Нет, это уже другая. Тоже красотка оказывается. Ничего себе. Элизабет Сезарио Ромеро. Линейный центральный защитник. И пенальти в исполнении Юлии Майтхофф. Ну и, конечно же, Сильвия Наварро. Хименес. Где мяч? Я опять вот теряю его из виду. По-моему, слишком сильный бросок. Ну, во-первых, сильный, да. Но, во-вторых, понятное дело, что не самого высокого роста этот голкипер. Здесь, конечно, очень хладнокровно рассчитала траекторию полета и забивает в девятку. Мы не начались руки, на самом деле, не делаем ничего. Для меня, особенно в настройках, у нас было некогда, что и мы решили что-то. Пойте мы в начале, познакомимся. Но, как у нас не берём нас больше. Здесь, во-вторых, в немецкие, но они же, в немецкие-мецкие. Все, в немецкие ланды, так как в немецкие ланды, ведь это начинает. Справдок, что, что-либо, в немецкие ланды? Веч morning! Гот, что-либо тебе, гон! Но если у нас в атаке, то мы должны разобраться. Но мы будем пытаться дать крючку. Да, дать ему что-то. И использовать меньше ботов. Что-то как-то даже вот эта знаменитая «Испания-вента», «Испания-пента» что-то как-то даже не прозвучало. Что происходит с испанской командой? Надежда Константиновна, разъясните вообще, что происходит в первые минуты? На самом деле, после того, как Хосе Игнасио Кредос взял эту команду под свое крыло. Из 11 матчей, которые сборная Испании сыграла под его началом, 11 матчей команда одержала победы. Ну и, кстати, на турнире, который состоялся за неделю до чемпионата мира, со счетом 23-22 Испания одержала победу над Германией на этом турнире, что, собственно, тоже говорит о том, что игра равная нас ждет. Ну а Испания, отвечая на этот вопрос, Артем, конечно, сверх волнуется, сверх хочется показать все лучшее, что есть у них перед своими болельщиками. Очень хорошо они начали турнир. Ну а здесь, я думаю, все тоже волнение сказано о том, что не могла борьбоваться, обработать мяч. Ну и еще одна неподготовленная атака. Кстати, сборная Германии показала хорошую защиту на этом турнире. И пока это не только волнение, это еще и удачные действия немок. И это очень похоже на подобие Берлинской стены знаменитой. Что-то вот напоминает, не правда ли? Где мяч? Он по-прежнему не может даже до вратаря нормально дойти. Мне так кажется. Или это мне не виделось? Здесь действительно сложно пока испанкам. Стараются они что-то в защите предпринять. И этот высокий выход, кстати, был не подкреплен к помощи других защитниц, но на чпу ротарь. Фолл в атаке. Фолл в атаке у Александрины Кабрал-Барбоса. Она уже, по-моему, даже изрядно вспотела. А по-прежнему ни одного мяча. Не то, что она, вся команда забить не может. Фолл в атаке совершенно по делу. Там угроганным темпом вернулась Эмили Бёлька в оборону, несмотря на свою ошибку. А здесь она совершает результативное действие. Эмили Бёлька. Посмотрите, как, ну я не знаю, Родину спасать идет. А испанский наставник думает, и ни в коем случае. Никто в пользу хозяек сегодня судить не собирается. На всякий случай Карина Кристиансен и Лина Хансен датчанки обслуживают этот матч. Мы не будем искать каких-то коалиций. Там Германия, Дания, далее везде. Испания, Португалия. Мы забыли об этом. Счет какой, Надежда Стампельна? 3-0. 4. 4. Да, 4-0 уже. Счет. Это, ну здесь, конечно, обескураженная команда Испании. Им, конечно, непривычно играть спокойно. Но им, наверное, придется где-то успокоиться. Потому что пока ничего в разумительном в их атаках мы не увидели. Мы сами, конечно, если потеряют нити игры надолго, это будет совсем не тот четвертьфинал, которого мы ожидали. Что мы знаем о сборной Испании в историческом разрыве? Начиная с 2008 года. Это, прежде всего, команда сугубо оборонительная. «Лас Герерос» – это не про атаку. Это про стоические испытания в обороне. Терпеть, ждать, надеяться и верить. И только тогда возможен хороший результат. А вот сейчас немки разрушили все эти изначальные планы команды Испании. И идут, и просто давят этим немецким катком испанские построения. «Мерседес Кастельянос» – единственный человек, который пришел в себя к этой восьмой минуте. Человек, который позволяет надеяться испанкам хотя бы на первый мяч в этом четвертьфинале к исходу восьмой минуты. «Мерседес Кастельянос», мне кажется, ко всем сейчас иберийским богам обращается. Ну, очень велика, конечно, роль голкиперов в любом турнире, в принципе. Но уж на высоком уровне, там, где от защиты, как говорят, выигрывают большие титулы. Конечно, роль голкиперов высока. И я соглашусь с тем, что как только импульс пойдет от вратаря, будет легче сборной Испании. Пока замены в центре. У испанок появляется Каба Гасама, такая фактурная в центре обороны. Ну, и там Гризельс, я думаю, они рассчитаны на это, на то, чтобы удержать ее. Гризельс, ее партнерша по команде отвечает, насколько хладнокровно ведет она команду за собой, насколько не теряет контроль над эмоциями. Ну, это, конечно, помогает сборной Германии, а пока Бель восстанавливают. И мне кажется, может быть, опять же, это только видение какое-то. Арбитры начинают потихонечку выпускать нити игры из своих рук. Но это мешает им сделать Алина Гризельс. Бросок, с которым, мягко говоря, даже судьи ничего сделать не могут. Посмотрите, что она делает. Мерседес Кастельянос мяч увидела только когда он затрепыхался в сетке у нее за спиной. Да, но и Гризельс действительно искала там подходы, искала передачу на Ксению Смитс. Так, к сожалению, не реализовала свой бросок. Ну, и здесь абсолютно сместив акцент и взяла на себя игру, забила этот сложный мяч. И снова Барбоса. Кабага сама в линии. Молодая, натурализованная, испанская, линейная. Она африканских кровей. Ну, а здесь Ксения Смитс. Великолепное взаимодействие вот этого центрального блока. Майки Шмельцер, Эмили Берг, Ксения Смитс. Просто наглухо все. Да, вообще, вратарь не нужен там. Дина Экерли только для красивых глаз там существует. Ими мячи отражают. Ксения Смитс. 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 кадр сменяется что даже заслуженный мастер спорта не успевает за этими самыми скоростями о которых она сама только что сказал и страстях так далее которые бушуют абсолютно так и есть гризис началась из двойной скрест в центре а сама ищет местный поскольку насколько действительно молодой игрок насколько четко понимает тонкости игры здесь не стала мяч выбрасывается понимая что может быть здесь трактовано по-разному это ошибка мяч оставила сохранила и вот и своей команды но здесь хорошо этот мяч как раз таки и сыграли у гризис выбивают мяч и испанки испанком он переходит посмотрите это правда удивление алина гризис большой технарь и выбивает кто казалось бы фактурная неповоротливая кабага сама но давайте обратим внимание на 33 номера команды испании я говорил о том что она натурализована она играет за на это между прочим команды немного немало победите евролиге прошлого сезона французская команда 24 года кабак сисок ого сама в общем все как мы любим у африканскому гамболе футболе дали везде кармен мартин там не дали да даже ей присмотреться к тому чтобы обыграть индивидуально знаем мы что это один из известных мастеров в команде испании останавливают ее но и бросок мимо ворот да почему то очередной а вот здесь подставилась умница кармен кармен долорес мартин опять мы вот это слышим эту перенейскую музыку в каждом имени испанской команды а вот музыки на площадке пока никак не не вытанцовывается да немножко сбился ритм действительно я соглашусь здесь показы буксовали такое ощущение что обе команды если без ошибок сборной германии начала этот матч и держалась она в классном состоянии первые десять минут то здесь начали сбоить атаки не мог испанки во-первых подольше стали мяч держать но и они ошибаются там было касание последнее не ксении смитца не увидела я потом но есть вопросы к судим честно говоря мне там был касание смотря чьего это кому как показалось надеюсь не показалось что мяч должен был остаться у немецкой команды но он все равно очень быстро к ним пришел ну смысле к немкам и вот эмили берг посмотрите какая передача и завершение справа края посмотрите диагональ она просто с высоты своего немалого роста прямо скажем увидела на правом краю полусреднюю правую юлию майтхофф посмотрите какие трансформации немецкой команды прямо по ходу шесть-два да казалось бы равные команды же да вы сказали в начале так что случилось оба четвертьфинал кстати показали разный рисунок у нас пока только начало игры в 14 минут я не думаю что будет характерно для всего матча но мы собственно это увидим дальше будет это так или нет но и по первому четвертьфинальному матчу тоже были прогнозы но игра показала отличительную сторону того что прогнозировал специалистами поскользнулась мир и гонсалес а за что пенальти товарищ судья по моему это подарочный гол для алисии фернадес фраги ну я не знаю а вот так бросать еще практически повод этой маку хорошо хорошо уложены прически едины эгерны по макушке по кукушке да еще у вас говорят нет у нас не говорят вход делают немки остаются они в перестроении 2 в линию и там кстати очень хорошо позицию заняли здесь еще гризис врывалась зону тоже все внимание было отмечено как раз таки на вошедших игроков и остаются два в линию немки играть широко не расходятся но испания два игрока выдвигает против гризис останавливают ее чтобы она не раскачала атаку на все-таки немки играют стяжку и насколько четко реализуют свой момент юлия майдхофф 4 из 4 полтайма 4 гола от игрока ну которая казалось бы на каких-то второстепенных ролях в этой сборной не правда ли эмили берг тени смит она правда после травмы все больше об обороне думал алисия что ли алисия просиживать на лавке пока майдхофф творит историю чемпионата мира да там очень хорошая позиция для нее команда создают и если вернуться к тем мячам которые не за она забила хорошо и по динамике и команда очень четко отработала для того чтобы создать для нее момент немки перехватывают мяч а не дошел он до линейной ну и немецкая редкая по нынешним временам я имею ввиду на нынешней отсечке матча позиционная атака эмиль берг юлия майдхофф и алина гризельс люди которые сделали этот результат этот увесистый двукратный перевес так на всякий случай сборной германии ошибается или майдхофф она просто не поняла маневры своей партнерши слишком высокие скорости так а здесь перехватчик не сработал и здесь кабага сама посмотрите вот она включает всю свою африканскую ярость ярко выраженную вместе с ней да эмоции включая зрители и мы смотрим а кто помешал да вот тот самый двойной блок берлинской стены эмили берг майки шмельцы все отлично было сыграно во первых сошлись гонболистки защите не давая да несмотря на фактурность линейные не давая и развернуться но и мы отмечали собственно по тем играм которые удалось посмотреть и прокомментировать со сборной германии насколько взаимопомощь у них на важной защите отыгрывают один мяч испанки ошибается алина гризель слишком высокая была для нее скорость и испанки несутся чтобы два подряд мяча забить защитные секунды 75 до дважды отличается за короткий промежуток времени тридцать девятый номер аль мудена родригес или нет нет я обознался это майтана ячеверия майтана ячеверия вот ее голы сначала с позиции затем с отрыва и тут же хэнд грёнов красавец стратег давайте говорит успокоимся немножко придем в себя алина гризель алина Или 1v1 и с 2-1 идут в поле, потом мы к Крусу и потом мы снова holдем. Хорошо, мы вверх по – это хорошо. Мы с большим способом делаем ритм. Но еще не сможете платьать. Не волнуйтесь. Испанию, Испанию, Испанию. Да, вот этот конечно испанский – Ну, в данном случае мы с вами в Каталоне. Каталонский огонь, а это, как мы знаем, в контексте Испании всегда особая история. Ранольерс здесь сегодня полыхает огонь всемирного женского гамбола. Четвертьфинал, и сборная Германии начинает в центр площадки. И что-то пошло не так с амуницией что-то у Алины Гризельс. Ну, сделано вид, что очень так внимательно... Ой, что такое? С трусишками что-то не так. Ну, там, во-первых, у нее есть рассечение, видимо, какое-то, а с кровью на площадку нельзя выходить. Я не знаю, может быть, разорванная, но на ноге у нее была кровь, я думаю, пока она не сможет ее остановить на площадку. Ой-ой-ой, там правда рассечение. Да, выйти не сможет. По правилам это обязательно. Ну, а пока сборная Германии продолжает свою атаку. Высоко. Испанки решили выдвинуться, причем не эпизодически, не по одному игроку. Там одного игрока обходило и Гризельс, и другие игроки с задней линии. Ну, а здесь сразу четверо игроков выдвигались, перманентно опустились в линию и снова выдвинулись. Хорошо заработала сборная Испании, но быстрая передача позволяет немкам получить возможность атаки, но не забить мяч. Ну, вообще, конечно, нужно отмечать Мерседес Кастельянос. Она единственная в начале матча была в сознании, пока команде требовался нашатырь и прочие какие-то доп. средства. С широко раскрытыми глазами разглядели на Олимпиаде в Токио. Продолжает творить. Да, уже минимальное преимущество сборной Испании, но было оно недолго, правда. Тут еще и две минуты удаления, или нет? Нет? Нет! Это Мия Чокке. Вот такой сольный номер. Да, но там как раз-таки вот второй защитник, который должен был помогать в центре, считал шаги. Считает, что пробежка была, собственно, поэтому и не стало в контакт идти, хотя считать шаги здесь должны судьям. Немножко испанки растерялись, но немки тоже начинают активнее играть в защите. Испания выдвигаются, но испанки здесь уже не остановить, конечно, почувствовали игру. Прям не остановить? Вообще какие-то не остановить, я пока не видел. Нет, я имею в виду, что по эмоциям они, во-первых, отрывы свои организовали быстро. И, кстати, в этом компоненте команда Испании превосходит немецкий коллектив. Но в этом хотя бы есть, может быть, они именно его и включат, как свое оружие. А может быть, включат. Может быть, включат. Я имею в виду, что здесь по эмоциям и по напору Испания, конечно, не та, которая начала первый танк. Хорошо, эмоции-то это все-таки такая история, это не постоянная, особенно если мы про женский ганбол говорим. Что-то надо подкрепить еще вот в добавок к эмоциям. А вот здесь потеря. Немки задохнулись, заигрались вот в этом котле эмоций, которые с удовольствием поддерживают трибуны в Гранолерсе. Вот здесь вот эти вот, как их назвать, трещотки, палки надувные. Похлопушки. 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 Внимание, внимание, неологизм в эфире у нас. Похлопушки. Ксения Смитс там пыталась партнерша своих немножко переставить. И сейчас с позиции центра перемещается аж на право полусредней. Непривычно ее там видеть в защите. А что это такое? Вот какие-то нервные передачи в аут, передачи на то место, где нет партнерши. Это вот все вот эти эмоции, те самые, да, которые застилают глаза. Ну, если честно, адреналин, конечно, там по вискам нормально бьет. Я очень понимаю, пока я думаю, этот момент не наступил. Нет, ну не задохнулись в плане сил, потери сил, а в плане того, что на этих скоростях они уже перестали соображать. Закислились мозги немножко. А ты говоришь, что случилось. Оно и случилось. Катарина Фильтр. На всякий случай. Первая замена вратаря в немецкой команде. Ах, она реагировала. Она не просто так сваливалась куда-то влево от себя. Родители, мне кажется, Кабага сама сейчас рукоплещет на трибуне. Ну, это я так спросил только. Может быть, это и не так. Пугай меня. Почему? Ну, явно же кто-то из Африки приехал. Нет, ну это понятно, но просто к твоей эрудиции гонбольной, конечно, если бы ты знал еще родителей, я бы просто помолчала бы вообще до конца матча. Нет, это теоретически нельзя. Надежда Константиновна, все должны слышать музу российского гонбола. Вы забыли, что мы готовимся к четвертьфиналу Россия-Норвегия. Не правда ли? Мы готовимся, но испанки тоже готовятся преподнести сами себе сюрприз. В шести матчах шесть побед у сборной Испании. Это один из лучших стартов для них на чемпионатах мира. Хотят они, конечно, добавить в свою копилку еще одну победу. Ну, а то, что является сильным оружием у Испании против немок, включают испанки и впервые во встрече отрываются в счете. 9-8, Испания впереди впервые на 20-й минуте. Но отрываются в счете, это как, отрываются на коротком поводке. 9-8 счет, не правда ли? По-прежнему. Мне кажется, просто сборная Германии должна прийти в себя, вот эти закислившиеся мозги немножечко, ну, я знаю, пролить. Барбосы на наших экранах поддерживают там защиту, но защита стала чуть активнее у испанок. Мы это видим. Ну, и, собственно, я не считаю, что просто немки, как, Артем, ты говоришь, закисли мозгами. Немки натыкаются все время на эту активную зону. Не могут они подойти там, где им привычно атаковать. И той же Гризис делать вот эти моменты для своих партнерш и испанки за счет активной защиты. Уже сколько раз убегают в быстрые отрывы. Здесь, к сожалению, близко подлетело к вратарю. Да, немножечко не рассчитала своих этих зашкаливающих гиперэмоций. Вообще нормально себя чувствует человек? Куда она летит? Мяч забей мимо вратаря, просунь в ворота. Никто не мешает. Артем, ну здесь обоюдный выход, здесь вратарь выходит. Правильно, ну вратарь-то что делает? Должен немножко помешать мячу попасть в ворота. А у нее задача попроще – промахнуться по вратарю. Артем, ну я здесь буду спорить, потому что здесь обоюдный момент. Во-первых, вратарь выходит. Насколько высоко он выйдет, ты прогнозировать не можешь. Но немки отыгрывают один мяч. Делает это Майки Шмельцер. Майки Шмельцер по-прежнему та самая рыжеволосая красавсия Deutschland-Uber-Alles. Абсолютно верно. Пять минут. Чуть больше играть до перерыва. Испания вот по-прежнему на том самом коротком поводке отправилась вперед. Шестой номер. Кармен Кампас Коста. Команда Дижон. Ну это серьезные люди. Да. Пять минут до перерыва. 11-9. Испания. Ну, как мне кажется, ей привиделось, что она перехватила инициативу. Сейчас сборная Германии по мозгам получит от своего наставника. И поиграет дальше. Но пока видно, конечно, что сборной Германии против такой активной защиты играть неудобно. Я сразу отмечу, что, во-первых, неудобно Алине Гризельс подойти на, я уже говорила об этом, на ту позицию, в которой она играет. На стяжке, в которой она взаимодействует с Майки Шмельцер. Ну и пока выпад испанского наставника себя оправдал. Испания, помимо того, что сравняла счет, хотя сильно проигрывала в начале тайма, помимо этого два мяча ведет. Да, не случайно нам выхватывают крупный план Алины Гризельс. Это тот человек, это капитан команды, новоявленный капитан под этот большой турнир, которая должна сейчас повести за собой. Ну, так, по классике, когда у команды вдруг не идет. И посмотрите, поджимают вчетвером сейчас под бросок кого? Но красы длинноногой Эмили Бёльк. Мяч застревает в блоке испанок. Ну да, Альмудена Родригес была на высоте. Ну, бросок, конечно, так себе у Эмили Бёльк получился. Блок хороший получился у испанок. Собственно, с этим они себя и поздравили. Хоть ты не согласен, но там было все четко выстроено. По руке. Алисия Штолли. Мы говорили о ней, как о неожиданной дублерше Юлии Майтхофф. Ну и сейчас она действует в обороне, уже и в атаке поучаствовала, пусть и номинально. Майки Шмельцер, Эмили Бёльк, Алина Гризельс. Вот так вот. Болеешь, болеешь за команду Германии. Что у тебя? Мозги закислились. Мозги закислились. Немедленно. Видишь, это ты сидишь еще спокойно. А там, когда бегаешь, адреналин и все остальное, конечно, сегодня в первом тайме было более чем предостаточно. Мне кажется, скорости, которые показали обе команды, заставляют уже желать перерыва обеим командам. Но пока 7 метров сборная Испании. Шестой номер, хотел сказать. А может быть, хозяевам позволено с шести бросать пенальти? Нет таких правил. Пока только расширили состав участников. Или в Каталонии можно. Не сузили рамки для хозяев турнира. Испанки еще один мяч забивают. Расстроенный Артем. Да, Артем в порядке вообще. Что там было? Две с половиной минуты играть. Сделайте отрыв пять мячей. И тогда будете рассказывать там, ну я, про хозяев, естественно. Ксения Смитс. Мерседес Кастельянос. Вот это вот она себя сейчас вообразила, да? Вратарем мирового уровня за первый тайм. Артем, ну... Когда ты живешь как вратарь в эру Сильвии Наварро Хименес, твое место где? На скамеечке. Окей, но ты хотел оставить как бы за бортом немножко эмоции. Вот тебе подтверждение того, кто за бортом и кто должен сидеть на лавочке. И когда ты убираешь в сторону эмоций, это уже не о женском гангболе. Это я не знаю о чем. А вот это, то, что творилось в первом тайме, это эмоции настолько живые, настоящие. Какая красавица. Улыбака. Улыбака. У наших экранов. Ой, забивака. Нет, она отбивака, улыбака. Отбивака, улыбака. Прекрасно чувствует себя в первом тайме, как и вся ее команда, которая пришла в себя после обескураживающего начала сборной Германии. Ну и посмотрим, ведет ли какие-то, внесет ли какие-то коррективы, во всяком случае, в эмоции, Артем. Внесет. В перерыв. Никуда не денется. Совсем скоро мы это увидим, а пока 13-9. Хен Грёнар, он умудрен самым пестрым и часто успешным опытом с командой Нидерландов, своей родной страны. Поэтому он сейчас так снисходительно взирает на то, что происходит на площадке, а вот в перерыве будет разговор. Но пока девушки сами приходят в себя, связка Эмили Бёрк и Майки Шмельцер работает как немецкий механизм. Смотрите, просто стоит оторваться и промахнуться по вратарю. Ну как учили, вас же, да, так учили? Нет, даже так не учили. Что, промахнуться по вратарю вас не учили? Нет, это откуда-то из футбола вы сюда принесли. Это да, из мини-футбола. Ворота-то такие же. У нас другие фразы, Кэн Гол. Хорошо. Ксения Смитс очень высоко на 5-1 перестраивается она, то ли сама, то ли подсказал ей Грёнар, о котором говорил сейчас Артём. Но и Ксения Смитс, оставив защитника игрокам атаки за собой, сзади его дергает и получает двухминутное удаление. Ну да, здесь спорить сложно. Действительно, удаление абсолютно справедливое для Ксении Смитс. 35 секунд на реализацию большинства испанской команды. А вот здесь вот, когда нужно, вот без эмоций, без вот этого всего, забить в позиционной атаке, а у соперника на игрока меньше. Давайте посмотрим. Давайте. С удовольствием посмотрим. Ну что я? Срабатывает сборная Испании неудержимая с 15-й минуты. А это называется так, да? Конечно. Понятно. То есть вот она сейчас обыграла, да, Алину Гризис? Артём, ну конечно, обыграла. Ты что сегодня футбол пересмотрел? Конечно, обыграла. Чисто. Ещё и Гризис. Спасибо, что две минуты. Видимо, да, перекрелся. Две минуты и не дам. А, спасибо ещё надо сказать. Конечно, спасибо. Катарина Фильтр. Добрый вечер. Она на сцене. И та самая Кармен Кампус. Ну да, пенальти она натренировала. Вопросов ноль. Какой счёт? 14-10. Ещё 10 секунд играть. Может быть, успеет мяч долететь до испанской границы? Нет, не успеет. Там Мерседес Кастельянос. У неё всё в порядке. Ну а сейчас только маленькое чудо по имени Эмили Бёльк может случиться вдруг. Нет, не случится, говорит Надежда Константиновна своими выразительными глазами. А Эмили Бёльк, да? Я не ошибся с мячом. Да-да, с мячом Эмили Бёльк. А зачем они вот так волнуются по поводу забитого гола? Может, у тебя пасть же? Да. И даже вот до вратаря между летел. Артём, соберись. Столько моментов, когда через эту стенку забивают мячи. Особенно игроки, которые готовятся к этому моменту. Ну там, кстати, снова на чеку Кастельянос. Она, кстати, стала одним из героев первого тайма. Посмотрим, что будет в тайме второго. Несомненным героем первого тайма становится прежде всего вратарь испанской команды. Я просто вот подытожу небольшое резюме по первому тайму. Мерседес Кастельянос. Давайте запомним это имя, потому что у неё всего лишь 50 матчей за национальную сборную. В то время как на лавочке сидит и хлопает в ладоши 42-летняя Сильвия Наварро Хименес. Она ещё может сегодня пригодиться, когда во втором тайме сборная Германии, возможно, перехватит инициативу. Перерыв. Совершенно рабочий момент. Но забивать-то испанки начали только после восьмой минуты. А значит, за 22 минуты забито 14 мячей. А вот здесь уже вопросы и к обороне, и к вратарям сборной Германии. А там, между прочим, интересный дуэт. Образован изначально Дины Экерли и Катарины Фильтр. Если Дину Экерли мы знаем распрекрасно, давно и уверенно, не с точки зрения эстетики, а как вратаря высочайшего уровня, то Катарины Фильтр, мы видели, выходила и иной раз решала. Посмотрим, что сегодня смогут вот эти двое... Нет, двое нельзя говорить. Два вратаря, это пара вратарей сборной Германии, Фильтр Экерли противопоставят эмоциям Мерседес Кастельяну. Честно говоря, кроме эмоций, пока от этого вратаря в первом тайме мы ничего не видели. Испанская та самая защепка, оборона, которая многих останавливала. И не только на этом турнире сборная Испании, напомню, с 2008 года, как начала штамповать на регулярной основе медали больших форумов, так и никак не остановится. При том, что уже, понятно, поколение сменилось. А вот у немок такой искрящей, такой дерзкой, такой креативной сборной, как сегодняшняя, не было добрых 10-12 лет. Катарина Фильтр, добрый вечер. Катарина Фильтр, да, отбивает этот мяч, но если вернуться к атаке сборной Германии, она снова захлебнулась вот здесь вот в активной защите, которая потом потихоньку отступает, и Гризис ошибается в этом моменте, что позволяет Испанкам еще один быстрый отрыв организовать. Да, Катарина Фильтр действительно спасла на последнем рубеже, но пока в рисунок атаки своей команды Херн Грюнер не добавил после перерыва ничего. Снова индивидуально Ксения Смитс, также она действовала и в конце первого тайма. Гризис в центре, Испанки чуть опустились, но сразу после того, как начинает ходить мяч по зоне, снова выбегаются активно, там задвинули практически линейных. Постарался Грюнер добавить численно игроков, снят вратарь с ворот, и три игрока в задней линии, двое на шести метрах. За счет численного преимущества Германия забивает один мяч, счет 14-11, и у нас 33-я минута встречи. Совершенно верно, Надежда Константиновна. Но и по-прежнему сборная Испании никак забить не может во втором тайме. Стоит ли по этому поводу волноваться, с учетом того, что в первые 8 минут вообще ничего не забило сборная Испании. Так что, наверное, все еще пока по-прежнему под контролем испанской команды, которую возглавляет Хосе Игнасио Праде Спонс. Для этого наставника дебют в качестве тренера национальной команды на большом турнире. И сразу какая ответственность дома при своем болельщике, посмотрите, в Гранольерсе. Сегодня болеют здорово. Ну а здесь шальной мяч, улетая в нулевой угол, забивает Александрина Кабрал-Барбоса. Та самая экс-растарчанка, которую мы любили за многие ее командные проявления в Ростове. Но сейчас она уже, наверное, забыла. Хотя, наверное, с теплом вспоминает, как она выступала в России. А сейчас она, так на всякий случай, самый забивной игрок национальной команды. После Кармен Долорес-Мартин. Ну, она-то в основном бомбардиром была благодаря феноменальной реализации семиметровых. Ну, собственно, ею и остается сегодня один пенальти. Мартин забросила. Ну а у Александрины Кабрал-Барбоса 600 мячей за более чем 130 матчей выступлений за сборную. Я не знаю, почему оставляет только эмоции Кастельяна с Артем Шмельков сегодня. Та очень грамотно выбирает позицию. Снова помогает своей команде. Не только спасением на последнем рубеже. Там немки численное преимущество используют. Только за счет этого добыли они эту позицию для атаки. Но помимо этого помогает в быстрый отрыв убежать своей команде. Но здесь еще более настойчивые немки. Доходит мяч до Майки Шмельцер. И 7 метров будет исполнено в ворота сборной Испании. Это предыдущий момент на ваших экранах, когда в быстрый отрыв убежала Испания. Юлия Майтхов. Если я не ошибаюсь, она по-прежнему без ошибок бросает в сегодняшнем матче. Три из трех пенальти. Три из трех с игры. Ну а это та самая красота от Александрины Кабрал-Барбосы. Удивилась. Прямо скажем, удивилась Катарина Фильтр. Тоже дебютант. Дебютант больших форумов. Всего лишь 22 года. Представительница клуба Букстэ Худэ. Хороший. Хороший прорыв игрока. Которую мы в большей степени запомнили в первом тайме. Как хладнокровную исполнительницу пенальти. Кармен Кампас Коста. 26 лет. И тоже на больших форумах мы ее прежде не видели. Опыт у нее минимальный. Ну а то, что она играет во французском чемпионате. Это уже своего рода знак качества. Дижон. Представляет она на этом чемпионате. Но заставили хладнокровие. Конечно, не мог потерять сбор на Испании. Ошибаются они в атаках. Ну и пока, наверное, немкам снова предстоит задача вернуться в ту игру. С которой они начали первый тайм. Но все сложнее им это сделать. Барбоса с мячом на левом полусреднем. Кармен Кампас. Сложный пас на край. И показалось, честно говоря, что мяч вышел. Но чуть раньше свисток другого рода раздался. Посчитали арбитры, что с нарушением правил встретили ту самую центральную. Шестой номер Кармен Кампас Коску. Но Александрина Кабрал-Барбоса, видимо, решила, что она с нулевых углов будет забивать 10 из 10. Что вряд ли. Все-таки вратари серьезные у команды Германии. Ксения Смитц. Она идет атаковать в тот момент, когда, наверное, уже должен был прозвучать свой сток арбитров. Он чуть подзадержался. Поэтому Ксения Смитц на полных основаниях выбросила этот мяч. 9 метров для команды Германии. Ксения Смитц на правом полусреднем. Опять же, да, сделаем акцент на том, что Ксения Смитц мало играла в атаке. Но сейчас, с учетом того, что мало получается, этот опытный игрок нужен. Алина Гризельс, капитан Бундес-Маншафт. Седьмая минута второго тайма. И немножко негодуют трибуны. А чем они недовольны, интересно? Ну, там нам не показывают пока момент. Атаки удаления мы видим, да, получает Гесаман. Кабага сама будет думать о нарушении правил, о собственном поведении. Прямо сейчас. Ну, а испанки, естественно, убирают из ворот Мерседес-Кастельянос. И, как они любят, пешком, убивая время, ведя в счете, они у чужих ворот. Кампус, Барбоса. Левый край сегодня вообще не задействован никак у команды Испании. В линии прячется тоже незаметное, ну, кроме как действия в обороне. 51-й, нет, 44-й, но нет, извините. Ну, короче, не важно, кто там прячется. Там все равно не видно. Ну, заметны сейчас были действия, на самом деле, линейного игрока. Помогала она за слоном. Разорвать эту плотную оборону сборной Германии. Ну, испанки забивают этот 7-метровый штрафной бросок. И, кстати, мы не сказали, наверное, отдельно про тот фактор, что болельщики еще могут включиться в помощь сборной Испании. Там, кстати, был хороший момент за две атаки до этого, когда там Барбоса боролась с Ксенией Смитц. И был спорный вопрос. Попросила она поддержки болельщиков, и те не утихают. Последние 2-3 минуты снова поднимают эту волну эмоций, которые Артем считает неважной. А это очень важно в этом виде спорта. Барбоса активно защищается. Да, мы наконец-таки дождались, что на чемпионате мира, на большом форуме после всех этих пандемийных дел есть атмосфера. Нет этого гула пустых трибун. А есть вот, да, и выстроившаяся команда на бровке, и жесты тренера, и, конечно же, адекватная реакция трибун. Понятно, что каталонские трибуны, они же испанские, будут за своих болеть. И вот такие эмоции. Айно Эрнандес – это одна из героинь чемпионата мира двухлетней давности. Если вы вспомните, то ее незащитанный гол, собственно, все и решил в финале чемпионата мира в пользу сборной Нидерландов. Катарина! Катарина Фильтр! Добрый вечер! Если кто уже собрался спать, давайте посмотрим повнимательнее за действиями молодого вратаря сборной Германии. Клуб Бокстехуде. Когда он последний раз в Лиге чемпионов играл? Десять лет назад. Вот такие там вратари воспитываются. По-прежнему. Классную комбинацию. Закрутили сборной Испании. Там и заслон был вовремя, и без мяча открывался угловой игрок. Но действительно, Катарина Фильтр хочет себе присвоить лавры Костельянос. В первом тайме мы отмечали ее игру. Но Катарина Фильтр не согласна с тем, что они все перешли к Илье. Гризельс забивает издалека. Но вот здесь немножко изменили темп своей атаки немки. И это приносит им плоды. До этого была индивидуальная игра. Гризельс тоже там индивидуально обыграл до этого. Но вот издалека бросков не так много было у немок. А не пора ли вот этой к отметке 10 минут первого тайма испанскому наставнику задуматься о первом таймауте во втором тайме? Всего лишь три мяча осталось. Не так уж и много. Надежда Константиновна. Ну, на самом деле, пока не сбоит ни атака, ни оборона сборной Испании. Поэтому, может быть, и преждевременно. До этого хорошая атака у них получилась. Да, там был момент сейва от Фильтр. Достаточно неожиданный бросок от Гризельс. Но я не считаю, что это повод брать таймаут. Продолжается атака. Да, смотрите, отсекают потихонечку шестого номера Кармен Кампус Косту от розыгрыша. И от этого все сложнее другим игрокам испанской задней линии. А других-то мы и не видим. Ни линейную, ни краев. Да, но здесь, как всегда, героические действия. На сей раз 62-й номер с мясом, как мы любим, Паула Аркас-Поведа. Это не первый момент, да, в ее исполнении. Но здесь ошибаются. Снова немки и линию заступает Шмельцер. Кстати, немножко культурологии и филологии и лингвистики. Нет. 62-й номер Паула Аркас-Поведа может произноситься, по крайней мере, в Каталонии точно, как Победа. Победа. Это ли не знак для оголтелых гранолерсовских трибун? А, Надежда Салькина? Может быть, я не знаю, по... Победа. Под 62-м номером посмотрите на нее повнимательнее, пожалуйста. Бегает там, вот все старается. Да, но ее моменты действительно были хороши. Я не знаю, там, насколько на испанский так же переводится, как Артем здесь смог нам действительно красиво все разложить. Пока Испания, стремясь к победе, опирается на другие вещи. Перестроились они в защите. И это долго было таким камнем преткновения для сборной Германии. Только-только начинают они искать моменты для игры. Но испанки еще выше выдвигаются. Гризельс еще дальше отгоняет то один, то другой игрок. Но та, конечно, очень упорно и находит момент для взятия ворот. Семь метров будет назначено в ворота сборной Испании. Но здесь мы на повторе видим, насколько Гризельс практически четырех игроков обыграла. По-моему, промахнулась по воротарю в очередной раз Юлия Майтхов, исполняя пенальти. Четыре из четырех. Семиметровые броски у левши сборной Германии. По-моему, начала немножко расстраиваться Надежда Константиновна под угрозой преимуществу команды Испании. По-прежнему всего лишь три мяча. А, ой, вспомнил о том, что кнопка есть рядом. Наставник сборной Испании. Все те же три мяча, Артем, ты просил и тот от тайм-аута раньше. Но это все те же три мяча, и, собственно, сборная Испании хорошие атаки провела до этого. Может быть, есть что добавить наставнику. Постараемся послушать. Семиметровые броски у левши сборной Германии. Та самая знаменитая испанская тактическая школа. А не на эмоции ли поставила в первом тайме сборная Испании? Может быть, too much tactics, слишком много тактики, это сейчас и не нужно испанской сборной. То, что пытался втолковать Хосе Игнасио Праде Спонс своим подопечным. Кровь, пот и слезы. Все, за что мы любим. Женский ганбол прямо сейчас на ваших глазах. Посмотрите внимательнее. 43-я минута матча. Три мяча преимущества сборной Испании. Казалось бы, не так уж и мало. Ну и не так уж и много, чтобы чувствовать себя комфортно. Но, во всяком случае, с таймаута можно было вынести, что вот эти активные действия, которые предпринимает сборная Германии в защите, должны заставить испанок двигаться больше. Но они ошибаются на передаче. И Испания фиксирует то, что немки убегают. Быстрый отрыв. 19-17. Это, кстати, не так часто было на сегодняшней игре. Она еще продолжается. Немки в быстрые отрывы бегали не так много. Но теперь уже они перестраивают защиту. И испанкам придется решать вопрос, как взять ворота. Но вот здесь хорошее забегание за спину. Сохраняют испанки мяч. Ну, во всяком случае, движение, которое просил наставник исполнить свою команду, мы видим. А вот и Айнова Эрнандес. Это Джокер. Тот самый игрок, замечательно проведший серебряный чемпионат мира двухлетней давности для испанской сборной. Но с тех пор сколько воды утекло. Олимпиада прошла. Чуть не целое поколение сменилось. Да, Алисия Фернандес-Фрага здесь. Да, Александрина Кабрал-Барбоса здесь. Но мы видим и 62-й номер, и края, по-прежнему незаметные почему-то в игре. И Мерседес Кастельянус. Да, она проявляла себя, но в эпизодических ролях. А это та самая Победа. Ну, я не знаю, в Испании вряд ли такое переведут. А мы-то помним. Всякие балканские игрища в гамболе. За Победу дай душу сву. Ерцели свет, живи за руку мет. Артем, ну, если возвращаться к перерыву испанской команды, я еще раз скажу, что движение хорошее. И хоть незаметная игра линейных, не так много они забили, но все заслоны, которые они ставят, помогают действительно более расходно, раскрепощенно чувствовать себя Испанией в нападении. Но это, конечно, важно. А вот и гол в исполнении Кастельянос. Айнова Ирнадес. Та самая уверенная в себе, линейная и центральный защитник сборной Испании. Пустые ворота видит и попадает, как учили. А если возвращаться к Кастельяносу, еще один сейф на ее счету. Гризельс, она поиграет. Она еще повалтузит эту испанскую оборону. Алина Гризельс по-прежнему в центре задней линии сборной Германии. На левом полусреднем. Лена Деггенхарт. Казалось бы, опять же, ну, что мы знаем об этом игроке? Да то, что это дебютант зеленый. И вот она попадается на массивное бедро Мерседес-Кастельянос. Кастельянос, абсолютно верно. Но то, что мы сейчас можем фиксировать по ходу матча, то, что борьба, которую навязала Испания в защите немкам, вымотала их достаточно сильно. Ну и пока то, что они показывают в атаке, не отличается особой динамикой. А свежесть сохранили испанки. Высоко выдвигается Ксения Смитц. И снова находят брешь в обороне. Испанки действительно широко и размашисто атакуют. Для них, собственно, оборона сборной Германии в сегодняшнем матче не проблема. Это, видимо, и сейчас, ну, собственно, и количество мячей, которые забили испанки. Да, не так много. Я просто имею в виду, что... Артем, не смотри на меня так. Я имею в виду, что достаточно просто они проходят. Не так много борьбы для них. А немки, еще раз повторюсь, в этой борьбе вязли и немного подустали. Алисия Фернандес-Фрага. Да, смогла решить ту самую, не самую сложную задачу – попасть в ворота. Для начала, во-вторых, промахнуться по вратарю. Как учили в мини-футболе разных заслуженных мастеров спорта? Наверное, наверное, я про мини-футбол так много не знаю. Луиза Шульца, еще одна замена. 7 на 6. Вот, все, играет на все деньги. Хэн Грёнер, два линейных у немецкой команды. Деггенхарт. Ксения Смитц. Марлинкап возвращает мяч в заднюю линию. Гризельс. Приходит к 6 метрам. Деггенхарт. Да, здорово испанки. Здорово испанки цепко играют в обороне. То самое испанское построение, о котором с выпученными глазами рассказывал тренер в первом тайм-ауте. Второго тайма Мерседес Костельянос грамотно работает относительно блока. И остается главной героиней испанской сборной, вне всяких сомнений. Слушай, ну для нее, наверное, это будет уже сейчас самый яркий матч. В ее карьере еще один сейв. Здесь хоть и будет назначено пенальти, но Костельянос снова на чеку. Но если возвращаться, Артем, к твоей фразе, что на все деньги играет Германия, это уже не первая атака, когда они добавляют лишнего игрока в атаку. Но испанки справлялись своими передвижениями мобильными, за что и получали похвалу от тренера. Они, собственно, 6 против 7. Практически все атаки отстояли. Ну а теперь 7 метров. И Сильвия Наварро на 7-метровой рубеже. Она должна была сказать свое слово. И она говорит его, как нельзя кстати. 49-я минута. И Сильвия Наварро отбивает этот 7-метровый штрафной бросок. Красотка, конечно, Сильвия. Давайте напомним нашей благородной публике. А сколько лет Сильвии Наварро Хименес? 79-й год рождения. У вас вообще в голове это укладывается? Человек 158 больших турниров провел в своей карьере. 6 875 матчей сыграл и отразил 957 тысяч разных мячей, влетевших в ее ворота. Летевших, точнее. А влетевших совсем не так много было. Короче говоря, легенда мирового гонбола Сильвия Наварро Хименес. По-прежнему играет где-то там на островах за команду Баланману Ремудас. И отлично себя чувствует. 42 года. Услышьте, дорогие друзья. Да, и Хен Грюнер тоже говорит, услышьте меня, промахнитесь по вратарю. Ну, все-все, молчу, молчу. Да, вот по-прежнему не летит у Александрины Барбосы. Это не летит. Нет, ну летит, но не в ворота. Это же разные вещи, правда ведь? Да, но при этом испанки, конечно, максимально путают оборону немок. Там сразу несколько входов с разных флангов они успели сделать, за счет чего Барбоса и нашла момент для броска. Он действительно был хорошим. Ну, а вот если говорить о Кармен Мартин, ее как раз-таки в сегодняшней встрече имя мы называем не так часто, хотя... Хотя это имя такое красивое. Кармен, Долорес, Мартин Берингер. Катарина Фильтр продолжает настаивать на своем. У нас отцов-настоятелей тут пока не видно. Ни Хэн Грёнер, ни Хосе Игнасио Прад и Спонс ничего не решают по большому счету. Но зато есть те люди, которые еще побьются за результат. Хэн Грёнер, возможно, последний свой шанс сейчас использует чуть больше 10 минут играть. В основном времени, не будем забывать, это плей-офф чемпионата мира. Катарина Фильтр продолжает. Лас Геререс, воительница Хосе Игнасио Прад и Спонсо. Да, ну и вот эти развощекие девчушки, например, Амелия Бергер. Да, молодость и красота, посмотрите, на немецкой скамейке. И искушенность, и дерзость хозяев площадки. Все, за что мы любим гандбол. Десять минут играть остается. И сборная Германии, посмотрите, сейчас вот эти приободряющие хлопки в ладоши были от Анти Лауэнрод. Она на левом краю играет у немецкой команды. Два линейных, широко расставленных Луизы Шульце. Ну а зачем? Зачем? Зачем вот до конца так упираться? Поэтому и получает в лицо восемнадцатый номер. Как фамилия? Майтан Ичеверия. Удивилась немножко Ксения Смитс. И под аплодисменты набис та самая Сильвия Наварро Хименовс. Ну вообще удивительный, конечно, человек. Метр шестьдесят девять, согласно официальной метрике, рост. А так, может быть, приподнимется на носочках и будет чуть повыше. Алина Гризельс. Да ну ни такого не может быть. Да нет, ну так не бывает. Два подряд пенальти. Сильвия. Легенда Наварро. Выигрывает концовку для своей команды. Это приговор. Это похороны сборной Германии на турнире. Артем, ну здесь нельзя сказать, ну или прочувствовать это. Но вот по-игротски я, конечно, вспоминаю первые пенальти, которые забивали немки в первом тайме Сильвия Наварро. Более уверенно они это сделали. Пробили верхний угол. Ну а здесь, помимо того, что уверенность потеряла сборная Германии, еще и силы. Растрачены ими. И этот бросок, конечно, был выполнен уже не так уверенно. Наварро. Как блестят ее глаза. Артем уже несколько раз досказал и о возрасте, и о долголетии в спорте. Но... Но это удивительно. Но это неправда. А глища. Пятый десяток. А она по-прежнему прочитывает все эти пенальти. Хоть Гризельс, хоть Майтхоп. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Событий. Катарина Фильтр лицом своим самоотверженным встречает этот мяч, который должен был, по мнению Фраги, идти в ворота. И что, никакой санкции? Артем, ну... Да ну, добрый вечер. Не, Артем, я здесь поясню немножко. Там хоть и со спины был этот повтор. Там фильтр от своих коленей сначала мяч отскакивал. Там не было прямого броска в лицо. И поэтому санкции, собственно, тоже быть и не должно было. А мне кажется, Алисия Фернадес-Фрага, как честный человек, должна была уступить право исполнения броска другому игроку после такого инцидента. Но это уже вопрос философский. Анти-Лауэн-Рот бежит, как электровеник, в оборону после того, как бросает точно под дальнюю штангу. Я напомню, что Анти-Лауэн-Рот вообще по своему воспитанию гонбольному линейная. Задвинутая на край только потому, что так надо было сборной. И вот она уже несколько лет как играет на этой позиции. И посмотрите, какие мячи вкладывает с угла. С тем, что сборная Германии сдалась, я тоже не соглашусь. Еще есть время, 8 минут, и счет позволяет. Еще играть. Барбоса в центре. Ксения Смитс, как перестроилась во втором тайме, на игру 5-1, собственно, с этого рубежа. Не уходила. Другой вопрос, что эта расстановка защиты совсем мало пользы приносит сборной Германии. Почему они от нее не отказались пока? Еще до сих пор непонятно. Один за другим. Игроки индивидуально обыгрывают Немок в этой расстановке. Ну, а здесь, Артем, не знаю, будешь спорить с этим или нет, но обыгрывая, Барбоса там наиграла еще на 2 минуты. Немок там не выписали этот штраф. Катарина Фильдер и подбор. Баскетбольный подбор. Ксении Смитс. Смитс набегает сама. Последние силы готовы этот замечательный игрок отдать в концовке встречи. Ради выхода в полуфинал Ксении Смитс. Напомню, что было сложнейшее восстановление после, по-моему, даже не одной, а двух сложных операций. Ксении Смитс в атаке. На левом полусреднем сейчас 11 номер. Артем, но вспомнив в сегодняшней игре, я, если честно, на моей памяти не припомню, что были какие-то тактические расстановки от сборной Германии в позиционной атаке. Да, было вот это добавление лишнего игрока и, собственно, силовая борьба вокруг двухлинейных. Постоянно в контакте с защитником. Ну, собственно, мне кажется, и на этом немножко споткнулась сборная Германии. Свободных движений, как у испанок, у них не было. Марлин Капф. Последний козырь в колоде бросающих семиметровых. Плюс один. В копилку сборной Германии. Бьющих. 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 Мне всегда казалось, что режет слух гамбольному люду слово бьющих, потому что тут не бьют, а бросают. Бьют на ринге. Бьют в подворотне. А здесь-то вроде мячи бросают. Мне казалось. Все успевают делать. Немки отбирают мяч. Хотя он там тоже, собственно, доходил до линейного. Быстрый отрыв. Редкий. Немок. 23-20. Да, они еще поборются. Майки Шмельцер. Смотрите. Та самая жгучая рыжая бистия. И где она? Смотрите. В центре с ярко выраженным построением 5-1. Высочайший выход Ксении Смитс. Постоянно угрожает и Юлия Майтхоф выходом под Алисию Фернандес Фрагу. Барбоса. Фрага. Снова Барбоса. Неудачный пас. Но Фрага играет шикарно. А здесь за что 7-метровый? За то, что защитники были в зоне ворот. 6-метровый. А были ли? Были. А здесь мы не увидим, были ли они. Заступала там Шмельцер. Она помогала защитнику. Дайте нам повтор нормальный. Здесь был хороший повтор. Не было повтора хорошего. Был повтор с линии, точнее, с уровня площадки. С него невозможно увидеть заступ. Кармен Долорес Мартин. Да, человек, который не привык промахиваться с 7-ми метров. И это Кармен великолепная. Смотрите, она махнула первый раз, и Катарина Фильтр даже не зернулась. Да, вообще удивительно, кстати, это видеть. Сегодня Сандра Топ тоже там удивляла, конечно, в этом плане. В первом матче четвертьфинальном, когда игроки бросали ей поворотом. Были там, кстати, тоже броски по макушке. Артем, за который ты переживал в первом тайме. И та таким леденящим, конечно, взглядом провожала тех, кто это делал. Абсолютно не закрывая глаза. Это, конечно, тоже была. Та еще картинка. Датчанки прошли в полуфинал. Ну, а мы ждем. И совсем немножко времени осталось, чтобы понять, кто еще попадет в полуфинал из этой пары. Артем, я не видела то, о чем ты сейчас спрашиваешь. Я спрашиваю удар по лицу Юлии Майтхофф. Но это, наверное, ну, как всегда, немножко прикрывает глаза на развитие событий арбитра. Или что? Да все нормально с арбитрами. Нет, нет, конечно, по-прежнему датская школа, та самая Карина Кристиансен, Лины Хансен, мы напомним. Обрати внимание, какие скорости было такое, что и арбитры уставали. Последние 10 минут выдавали, конечно, сумбурные решения. Но говорить о том, что засуживают, я бы абсолютно не стала. Я не говорю, что засуживают. Момент Гризельс отрабатывала там до линейного, но все очень тяжело дается. Я думаю, здесь уже всем болельщикам видно, насколько тяжелые в движении немки. И Гризельс одна сама снова начинает атаку. Нет абсолютно помощи, нет подготовки броска. И, конечно, немки сами помогают Костельянос провести сегодня ярчайший матч. А сейф на ее счету, ну, и радость наставника испанской сборной. Осталось всего ничего, да? Три минуты. Они играют круто, хоть кто-то из них. Ну, хорошо. Это претенденты на финал чемпионата мира. Я имею в виду испанки, естественно. Артем, ты знаешь, во-первых, как позволит соперник сыграть. Сегодня Испания диктовала, как играть в сборной Германии. Хотя та очень хорошо выглядела на турнире, но смогли найти игру. И, ты знаешь, разные бывают сюжеты, тем и интересен. Собственно, гангбол. Сегодня Сепрадес нашел противоядие против сборной Германии. Отключил Гризельс от остроумных и передачи, и атак, что стало для них сложностью. Что придумает на следующие свои матчи? Теперь уже понятно, делать это будет Прадес. Мы увидим, а пока поднимает еще выше свой процент отражений Мерседес Костельянос. Да, теперь мы понимаем, что вот этот ярко-розовый цвета Фуксии свитер сегодня сыграл свою главную, заглавную, премьерную роль. Премьерную не потому, что она дебютант, а потому, что за предыдущие 50 с лишним матчей за сборную, конечно, таких концертов Мерседес Костельянос не выдавала. Представляете, сегодня она в одночасье попадает в газету Марку, в газету El Mundo Deportivo и далее везде. Вот это снисходительное балле. Поняла, сделаем, шеф. Все нормально. Едем дальше. Балек. Все нормально. Ну, а тут уже все. Пошла ламбада, самбада. Все, как мы любим. Вот эти вот широко распахнутые глаза, ладошки. Как? Нет, не обнимашки. По хлопушке. По хлопушке. Вот, да. Фотография. Смотри, как здорово на кроссовках. Фотография на кроссовке? Да, там было вместо липучки, вместо флага. Видел ты, да? Фотография не икона? Ну, в Испании-то вроде как... Нет, там сейчас фотография была. Не знаю, насколько здорово по лицу своих близких людей возможно сделать липучку, но все равно это очень милый момент. Момент. Испанки забирают мяч у немок. Те, мне кажется, максимум абсолютно капитулировали. Немки забили всего 20 мячей в сегодняшней встрече. И эмоции Барбоса, наверное, выражает все, что происходило сегодня за всю игру на площадке. Испанки ищут еще моментов для атаки. Ну, вот она. Какая подкрутка. Ождали мы ярких моментов от Кармен Мартин. И, мне кажется, еще кущей радости испанок всей лавочке забивает она этот мяч. Мяч красавец с украшением этого матча. По-другому не скажешь. Ну, если честно, эмоционально и по-спортивному немного жаль. Немок. Хороший они действительно турнир провели. Но в этой игре равную борьбу не смогли навязать. Весь второй тайм не в их актив записан. Провалились они и в защите. Ну, и, собственно, здесь уже бороться сил нет. Испанки на таком кураже порядочном, что остановить их, мне кажется, уже невозможно. Немки и не пытаются это делать. Доигрывает матч, который дался им тяжело. А на выходе получается, что два первых четвертьфинальных матча легко и уверенно выигрывают фавориты. Сборная Дании и Испании проходит в полуфинал чемпионата мира. Да, вот эти последние секунды, это уже на бис, это уже под песни-пляски народов Иберийского полуострова. Ну, мы же в Каталонии, а там же все очень интересно. Неоднозначно и относительно, но это все-таки Испания. Да, мы в Каталонии, и в Каталонии сегодня действительно праздник, своими руками создали его. Эти гонбалистки, эти эмоции, я думаю, не забудут они никогда. Да, очень классный матч у них получился, горячий, терпит, темпераментный, все как мы любим, как говорит Артем. И этот победный хоровод, понятные, конечно, эмоции Алины Гризельс. Да, она способна на большее и большее может дать своей команде, но испанки сегодня просто не дали ей этого сделать. Итак, краткие итоги первого дня четвертьфиналов. Пять мячей победы сборной Дании над Бразилией 30-25. Пять мячей выигрывает Испания у команды Германии. Не 30-25, чуть поменьше мячей забито 26-21, но сути дела это не меняет. Команды отправляются в полуфинал обе, но что интересно, согласно формуле турнира, они не играют между собой, хотя казалось бы, вот родители, вот они, те самые, Косома, Косома, Сисокок, как мы любим. Так вот, они отправляются в разные полуфиналы. В первом полуфинальном матче в пятницу 17 декабря сыграет Дания. Во втором, что естественно для хозяев, пик программы игрового дня сыграет команда Испании. Слезы той самой неистовой, рожеволосой Майки Шмельцер. Все как и должно быть на такой стадии турнира. Ключевая ведь стадия. Если ты в четвертьфинале проигрываешь, ты остаешься без медалей гарантированно чемпионата мира. Они надеялись и верили, эти молодые, дерзкие немки. Этого не случилось. Ну а хозяйки турнира, давайте вспомним, что вообще было сделано после жеребьевки. Эти люди получили такую жеребьевку, что можно было даже не потея выйти в четвертьфинал. Они это сделали, но в четвертьфинале просто оказались сильнее сборной Германии. Итак, Дания и Испания участница. Лучший игрок чемпионата, четвертьфинала чемпионата мира. Та самая Победа. Паула Аркас Победа. 62 номер. Player of the Match. Ну а давайте не будем забывать, что в пятницу... Нет, подождите, в пятницу. Давайте сначала в среду поиграем. В среду, в 19.30 по московскому времени, мы просто выходим из эфира. Я имею в виду, отключаемся от нормальной человеческой жизни и переключаемся на орбиты ганбола. Потому что Россия будет играть с Норвегией. Очередной ремейк классики женского современного ганбола. Сколько было пройдено, сколько выиграно и проиграно нами в этих противостояниях. Но стадия четвертьфинала, она в этом плане, конечно же, по-прежнему решающая. Давайте будем надеяться, что молодая и дерзкая команда Людмилы Бодниевой пришла в себя после поражения от Франции на предыдущей стадии турнира. И даст настоящий бой, тот самый православный бой ручного мяча команде Норвегии. И оспорит место в полуфинале, где уже, повторимся, Дания и Испания. Кармен Мартин сказал, говорит, да, мы должны быть, мы там и будем. Да, это так. Норвегия, Россия, Франция, Швеция. Эти четвертьфиналы случатся уже завтра. За всем будем медленно, но верно, вращаться. Потому что праздник-то в Испании только начинается и разгорается. Посмотрите, просто посмотрите и послушайте. Гранольерс отмечает выход пока в полуфинал чемпионата мира. Но в Гранольерсе все оставшиеся матчи. Это центр гандбола в Испании прямо сейчас.